Тем временем на днях столицу Алмазного края посетила делегация инвесторов и акционеров компании Алроса. За два дня они осмотрели промышленные площадки Мирного и Нюрбы. Гостей в первую очередь интересовало качество и объем выпускаемого сырья. Подробнее о визите расскажут коллеги. Алмазы Якутии под пристальным вниманием. На этот раз их изучали представители акционеров и инвесторов Алроса со всего мира. Красота якутских драгоценностей этих гостей интересовала лишь во вторую очередь. Фокус на качестве и объемах сырья. Хотелось бы отметить высокое качество, а главное стабильность качества продукции компании Алроса. А также, что нам особенно важно, существенные объемы, которые реализуются в нашу пользу. За два дня в Якутии гости осмотрели промышленные площадки в Мирном и Нюрбе, а также социальные объекты региона. После знакомства с производством в натуре анализ увиденного. В центре внимания инвесторов – доклады и отчеты производственных показателей Алроса. В первую очередь нас интересует возможность компании Алроса наращивать свой производственный потенциал и, соответственно, прибыль в долгосрочной перспективе. На этой презентации в Институте Якутии про Алмаз меня заинтересовало то, как компания будет увеличивать добычу за счет новых месторождений в перспективе. Наращивать производство и увеличивать прибыль компания готова. Во многим этому способствуют научные изыскания и передовые разработки инженеров-алмазодобытчиков. Их также представили аналитикам. Доклады впечатлили даже самых придирчивых экспертов. Алроса, в принципе, всегда в России являлась одной из лидирующих компаний в области технологии. Наверное, с одной стороны, потому что всегда на научной базе строилось с самого начала такой самый прорывной. С другой стороны, в принципе, и прибыли компании позволяют, так скажем, часть денег направлять на какие-то альтернативные инвестиции и смотреть, пробовать, улучшат они что-то или не улучшат в георазведке или в операционных каких-то вещах. Но в целом компания пробует новые вещи. От некоторых есть очень хорошие результаты. И, наверное, естественно, тот, кто первый осваивает технологии в конечном итоге, тот и получает с них прибыли, и тем более, если разрабатывает какие-то внутренние свои наработки. Позитивное настроение инвесторов поддерживает и уверенность в ценности алмазного сырья, поставляемого компанией Алроса, вне зависимости от развития рынка искусственных алмазов. Камни драгоценные, уникальные и редкие. В этом преимущество натуральных алмазов. Вместе с тем, качество у искусственных алмазов действительно может быть на высоте, но эмоциональной стоимости вряд ли удастся достичь. Визит аналитиков и экспертов выгоден не только инвесторам, в плюсе и сама Алроса. Здесь ты приезжаешь, и на этом примере ты понимаешь, насколько действительно за этими бумагами, за этими акциями стоит человеческий труд, масштаб, огромное производство, якутская мощь. Это здорово. Это то, что как раз таки нам нужно делать. И потому что люди потом возвращаются обратно и говорят, да, мы действительно имеем инвестицию в серьезный актив, который имеет серьезное производство. И это не просто воздух, это не просто какая-то формальная бумажка. Подобные экскурсии уже стали в Алроса традиционными. Это ценят и гости, и акционеры. Эксперты отмечают, Алроса с каждым годом все технологичнее и эффективнее. А значит, интерес к компании будет только расти. Руслан Фаткулин, Григорий Ифтодий, Артур Голиков, Илья Засухин, телеканал «Алмазный край».